бог всесильный наш говорил нам у корова так полно вам жить у горы этой развернитесь и отправляйтесь путь идите к горам и мореев то есть идите исправляйте себя видите внутренне горам гора от слова иру рим от слова всякие сомнения помехи и так далее идите на горы что называется в пустыню там где нет ни воды ни питья ни ни еды ничего то есть когда вы будете духовно истощены и все только ваше соединение даст вам возможность питаться высшей силой называемой ман а когда говорится что полно вам жить у горы этой идите к другу ничего иди да нечего делать у этой горы хоров потому что все весь свой эгоизм вы здесь реализовали в том что получили туру то есть свет пришел к вам он находится в вас а теперь начинаете реализовать его вы получили энергию высшую теперь с помощью начинать исправлять свой эгоизм вот даже говорите а каждая гора следующая или там пустыня где выходите это 40 лет это все и означает что вы постепенно раскрываете в себе все новые снова эгоистические пустоты противоречия и так далее их исправляете даже говорится так ко всем соседям идите в степи в горах и на низменности и на юге по берегу моря страну к наан и к ливану до реки великой и реки эфрат и дальше смотри я дам вам страну эту идите овладейте страной о которой поклялся бог отца вашим авраму и цхаку якову дать им и потомству их после их да но это он уже говорит когда он уже должен умереть как что называется то есть ступень это которая называется муж и которая подготавливает человека к входу в высший мир она уже свое отработала и поэтому говорит сейчас перед тобой находится весь все твое желание которое ты должен осветить которое ты должен поднять к любви к общей связи между всеми и и поэтому вот она находится перед тобой это ну так называемые то что мы учим из кабалы это земля израиля самаза и ордания ливан сирия и вплоть до вавилона до реки эфрат эти земли так называемые в нашем мире хотя мы нашему миру это отношение не имеет но аллегорически название эти названия в на мире означают желание которое необходимо исправить и поднять до уровня абсолютного единения поэтому все они относятся к земле израиль то есть направленной прямо к творцу